Всем привет! Меня зовут Анна и вы на канале Криптооптимист. Вы знаете, я решила записать видео на одну очень важную тему. Мне вот интересно, как много вы времени и средств уделяете на то, чтобы обезопасить свои криптоактивы? Проверяете ли вы адреса сайтов, когда заходите на криптобиржу или кошелек? А может вы читаете официальные источники биржи перед тем, как скачать приложение на айфон? Или может быть вы перепроверяете адрес при отправке биткоинов? Давайте сегодня поговорим о самых распространенных мошеннических схемах в криптосфере. Для начала уместным будет сказать об исследовании одной американской компании, которая показала, что 71% крупных криптотрейдеров и инвесторов называют кражу криптовалют с самым сильным риском, который негативно влияет на рынок. И 31% оценивают угрозу хакеров для мировой криптоиндустрии как очень высокую. Проанализировав данные о хакерских атаках за 2018 год, эксперты разделили их на три большие группы. Первая – атаки на биржи, блокчейны и ICO. Вторая – скрытый майнинг. И третья – атаки на кошельки пользователей. Я раскрою множество видов атак в этом видео. Начнем с общественного Wi-Fi, к которому мы так и любим подключаться в аэропортах, кафе, гостиницах и других местах. В октябре прошлого года в протоколе Wi-Fi Protected Assess была обнаружена неисправимая уязвимость. После проведения атаки с переустановкой ключа, устройство пользователя подключает хакеров к той же Wi-Fi сети. Вся информация, которую пользователь скачал через общественную сеть, становится доступна злоумышленникам, включая приватные ключи от криптокошельков. Следующий случай – мобильные приложения. Одно из самых известных происшествий кражи с мобильных приложений было, когда хакеры разместили приложение биржи Poloniex в Google Play, предназначенное якобы для входа на популярную площадку. Как мне известно, тогда пострадали около пяти с половиной тысяч трейдеров. А вот пользователи iPhone чаще скачивают приложения App Store, на которых установлены скрытые майнеры. Apple даже была вынуждена ужесточить правила допуска приложений в свой магазин. Ведь урон от действия таких программ очень высок, так как они существенно замедляют работу устройств. По данным McAfee Labs, в первом квартале 2018 года во всем мире было зарегистрировано 2,9 миллиона образцов вирусной программы для скрытого майнинга. Это на 625% больше, чем в последнем квартале 2017 года. Метод называется криптоджакинг, и он настолько привлекает хакеров своей простотой, что они массово занялись его реализацией. Идем дальше. Сайты клона и фишинг. В первом случае злоумышленники создают копии оригинальных сайтов на доменах, которые могут отличаться только одной буквой. Цель – заманить пользователя на сайт клон и заставить его ввести пароль учетной записи, либо секретный ключ. Во втором случае мошенники отправляют электронное письмо, которое является полной копией официального письма, но направлено на то, чтобы заставить пользователя перейти по ссылке и ввести свои личные данные. Мошенники, использующие этот метод, уже украли 225 миллионов долларов в криптовалюте. Далее. Аутентификация по SMS. Компания Positive Technologies, специализирующаяся на кибербезопасности, продемонстрировала, как легко перехватить SMS-сообщения с подтверждением пароля, которые практически по всему миру передаются по протоколу Signaling System 7. Специалисты смогли перехватить текстовые сообщения с помощью собственного исследовательского прибора. Это доказало, что к любой системе можно получить доступ непосредственно через SMS. Далее. Приложения для криптовалютной торговли. Существуют разные расширения для удобной работы с биржами и кошельками. И проблема в том, что эти приложения видят все, что вы печатаете на клавиатуре своего компьютера. Помимо этого, расширения разрабатываются на JavaScript, что делает их очень уязвимыми для хакерских атак. Ну и многие расширения опять-таки могут быть использованы для скрытого майнинга. В следующий случай боты в корпоративном мессенджере Slack. Цель состоит в том, чтобы заставить человека щелкнуть ссылку и ввести секретный ключ. Самой крупной успешной атакой хакеров через Slack считается обман со стартапом Enigma. Злоумышленники запустили бот от имени проекта Enigma и собрали от доверчивых пользователей в общей сложности 500 тысяч долларов в криптовалюте Ethereum. И последняя позиция из моего списка – буфер обмена. Что касается хакерской программы буфера обмена, то она заменяет адреса, когда пользователь копирует и вставляет адрес криптокошелька. После замены данных пользователь добровольно переводит средства на кошелек злоумышленника. Из всего этого можно сделать вывод, что безопасности в сфере криптовалют стоит уделить достаточное количество времени. И подходить к этому нужно с ответственностью, иначе станете жертвой злоумышленников. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, ведь я готовлю для вас продолжение этого видео. Там я пошагово расскажу, как правильно обезопасить себя, какие меры стоит принять и как не оказаться жертвой мошенников. Всем пока, защищайте свои криптоинвестиции и спите спокойно. А с вами была Анна и канал Криптооптимист. Ставьте лайк, если это видео понравилось, и пишите свое мнение в комментариях.